Что такое постмодернизм в литературе? Но я попытался выделить четыре, на мой взгляд, основных и определяющих признака постмодернизма в литературе. Итак, первый признак — это эклектичность. То есть, когда один большой объект состоит из множества маленьких разнородных объектов. Эклектичность может быть как и слов, когда в одном предложении соседствуют профессиональные слова, бытовые слова, просторечия и высокие слова. Так и эклектика на уровне образов и мотивов. Как, например, в романе Курта Вонегута «Колыбет для кошки» религиозное таинство представлено в виде того, что верующие трутся друг об друга пятками. Немаловажным аспектом эклектичности является цитирование. Авторы-постмодернисты любят ссылаться на своих предшественников и потомков и буквально брать из их произведений фрагменты в свои так. Так, например, в роман Умберто Эка «Имя роза» буквально соткан из разнородных фрагментов. Там даже, например, есть параграфы из трактата 15 века «Молот ведьм», который вообще повествует о том, как определять ведьм и изгонять дьявола, ну, изгонять бесов. Вторым важным признаком постмодернизма в литературе является морально-нравственный релятивизм, то есть абсолютная относительность моральных и нравственных норм. Например, тот же Вонегут пишет роман «Бонни номер пять», где полностью развинчивается идеализация войны как священного долга и обязанностей героя, что идет напрямую вразрез с традицией, которая начинается еще с Гомера. Третий пункт – это так называемая смерть автора. То есть модель Толстого Бальзак, когда автор является богом, который знает биографию своих героев до мельчайших подробностей, знает, что они думают, знает, как и где они умрут, приходит на спад, приходит в упадок. И вместо этого автор становится как бы наравне и с героем, и с читателем, и становится равноправным участником литературного процесса. Четвертый, последний признак – это доведение до абсурда разных модернистских и более ранних техник. Всеобщее высмеивание и пародирование. К примеру, можно сказать, что роман Патрика Зюзкинда «Парфюмер» высмеивает, переодевает, переначивает длинную традицию, длинную традицию изображения героя-художника, как бога, которому подвластно все во имя его священного искусства. Так Зюзкинда высмеивает, в первую очередь, немецких романтиков. Его герой, по идее, художник, вместо того, чтобы создавать что-то великое, расчленяет женщин, снимает с них кожу ради своих парфюмов. О том, как выглядит русский постмодернизм и как поменялась современная русская литература за последние 20 лет, я вам расскажу позже, уже на очной конференции. Спасибо за внимание.